Саудовская компания Kingdom Holding, основанная Принцем Аль-Валидом Бенталялялем Аль-Саудом, инвестировала в первом квартале 2022 года более 500 миллионов долларов в Роснефть, Лукоил и Газпром. В период с 22 февраля по 22 марта данная инвестиционная контора приобрела американские депозитарные расписки Газпрома на сумму около 365 миллионов долларов, американские депозитарные расписки Лукоила на сумму около 109 миллионов, а также глобальные депозитарные расписки Роснефти на сумму около 52 миллионов долларов. Неплохо так раз за разом, подчеркнем, покатался по миру Джо Байден, изолируя Россию, и неплохо так Москва сидит без гроша в кармане, буквально поедая последнего ежа. Пока, напомним, куча западных контор сбежали хоть с российского рынка, хоть как раз из российских нефтегазовых проектов. Японцы, правда, пока изо всех сил палочками для суши держатся хоть за Сахалин-1, хоть за Сахалин-2, хотя все такие за европейские ценности и прекрасную 245-летнюю американскую демократию, что зубы сводит. Впрочем, и это тоже так, заметки на полях, ведь вот только-только на днях мы рассказывали вам, как президент России и президент Султан Турции договорились о частичной оплате газа за рубли, как снова грянул скандал. Ряд стран ЕС, которые обеспокоены значительным ростом торговли Турцией с Российской Федерацией, запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе. Члены ЕС все больше начинают чувствовать обеспокоенность по поводу всплеска торговли Турцией с Россией и ее потенциала помощи Москве в качестве замены европейскому импорту и экспорту. Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем, говорится в сообщении газеты. Ужасные подробности, как обычно, через несколько секунд. Дорогие друзья, в связи с отменой в России монетизации на ютюбе, этим летом нам особенно сложно, и мы очень признательны вам, потому что только ваша помощь позволяет сейчас каналу работать. Мы будем рады любой сумме. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Поверьте, ваша доброта не будет забыта, а наша деятельность станет еще более осмысленной. Ведь вы сами это видите, самое интересное по-прежнему впереди. Вместе победим. Итак, швейцарский производитель шоколада Линд Энн Спрингли полностью уходит с российского рынка. Заявили в компании, чем, конечно, нанесли невероятный удар по экономике страны без пармезана. Потому что, во-первых, резко возросли поисковые интернет-запросы и затраты на электричество по поводу, а кто это вообще. Во-вторых, потому что те, кто в теме, также сейчас ушли на неделю в запой, ибо та же Кока-Кола неплохо так недавно озолотила местных производителей газировки. А в-третьих, хотя куда еще больше-то. И вот на этом фоне, еще раз, журналист Стивен Эрлангер написал в статье для газеты The New York Times, почему Запад так возмущает сотрудничество президентов России и Турции. По его мнению, эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Турции по НАТО, так как президент Реджеп Таип Эрдоган создает значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад. А та самая The Financial Times указывает, что за последние три месяца экспорт Турции в Российскую Федерацию вырос на 46% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Причем ранее президент Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали документ о разработке дорожной карты по экономике и намерены довести товароборот до 100 миллиардов долларов. Короче, Эрдоган выбрал, за что бороться, и это интересы Турции. Как Путин отстаивает, удивительно, интересы России. Пока западные партнеры рассказывают друг другу про ценности, короткие носочки для мужчин, и конец истории по Фукуями, сильно обижаясь, что каменный цветок у них не выходит, а получается только камни в почках. Но даже так, и это очевидно, не конец истории.